Здравствуйте, с вами Поля. Сегодня мы говорим о торговых площадках. Если вы занимаетесь бизнесом в интернете и вас интересуют маркетплейсы, не забудьте подписаться на этот канал Поля. Так что я для вас снимаю видео прямо во время воздушной тревоги. Я каждый месяц рассказываю аналитику по трем торговым площадкам. Если мое видео вам понравится, не забудьте поставить лайк и написать свой комментарий, что вы об этом думаете. Сейчас вы узнаете, сколько людей из каких преимущественно стран посетили три известных торговых площадки в прошлом месяце. Может быть, среди посетителей были и вы тоже. Сегодня мы поговорим с вами о таких трех торговых площадках, как Etsy Creative Market и The Hungry JPEG. Я пробовала сотрудничать с Etsy, я уже рассказывала примерно год, пыталась с ними сотрудничать, у меня торговля не пошла, поэтому я пока с торговыми площадками дел не имею. Но я вам о них рассказываю, об их посещаемости. На Etsy была стабильная посещаемость в октябре всего 88 миллионов 100 тысяч. По странам США 42%, Великобритания 12%, Германия 9%, Индия 6%, Франция 4%. Здесь не показаны ключевые запросы, видимо Etsy их скрывает. И мы видим просто, что там огромная посещаемость, 88 миллионов. И люди, конечно, которые туда идут, они уже знают, что это за торговая площадка. На Creative Market был даже рост посетителей в октябре, всего было 340 тысяч. По странам США 41%, Индия 7%, Индонезия 6%, Великобритания 5%, Канада 5%. Но я вам могу сказать, я помню, что при хороших временах на Creative Market было более миллиона посетителей. Искали там разного рода шрифты. Вот. И ретро-шрифты, то есть старинные шрифты. То есть приходят туда преимущественно за шрифтами. На The Hungry JPEG в октябре был спад посещаемости. И там очень маленькая уже посещаемость, 15 тысяч. Не сотрудничаю с этой площадкой, не планирую. И с Creative Market я тоже пока не планирую сотрудничать, у меня нет времени. Значит, по странам США 83%, Мексика 3%, Индия 3%, Бразилия 2%, Канада 1%. И здесь искали что-то бесплатное, а также Лола Полоза Шрифт, уже, кстати, не первый месяц ищут. И SVG, это, по-моему, векторный файл роза. То есть роза в каком-то векторном формате. То есть вот такие были запросы. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этих маркетплейсов и по поводу моей аналитики. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поли. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!